Добрый день дорогие друзья! Ходыш Тов Мы продолжаем нашу недельную главу Наах У нас очень интересное противостояние нашего прородца Авраама и царя Немрода Где взялся этот Немрод Написано, что Ухама сына Нааха Был сын, которого звали Куш И вот Его сыном был Немрод Чем он известен? Он был очень известным царем Который возомнил, что он Бог Всевышний подарил Адаму Одежду Чудесную одежду И Адам одевал эту одежду Он понимал язык зверей Он Вообще Чудом мог общаться с животными В общем, эта одежда В Ковчеге Перешла по наследству И попала К Немроду Немрод Был искусным охотником Когда он одевал Эту одежду Звери к нему безбоязньо подходили И он Прославился охотой Потом он подумал О, раз такое дело То Он может говорить тем, что он Бог Это он людям начал показывать Что надевает одежду Выходит Звери к нему выходят И люди поверили, что он Бог Было сильное Идло поклонство Тогда На земле И тут У Его придворного Которого звали Терах Тоже есть сыночек Перед этим К нему пришли люди Его какие-то астрологи И сказали ему Что должен родиться ребенок Который Свергнет тебя Немрод начал убивать А Так как был Терах Очень добросовестный вельможей То его ребенку Ничего не угрожало В конечном итоге Все вроде прошло И Авраам Который родился У Тераха Живой Потом Он Начал понимать Начал понимать Изучая свое тело Что Кто-то стоит За всем на земле Что не может быть Бог солнца Бог ветра Бог Воды Не может быть Кто-то Всем этим Управляет Терах Был Таким предпринимателем Его папа Он продавал Идолов Он изготавливал Идолов У него был Магазин И он их продавал Люди приходили Покупали у него Такой у него бизнес был Как-то раз Он Куда-то пошел По своим делам И оставил Сына Авраама В лавке Человек Пришел Купить Идола Он говорит Мне нужен Идол Дождя Чтобы Был хороший Урожай Авраам Бери пожалуйста Только тебе Нужно еще Идол Ветра Потому что Без него Невозможно Это Он говорит Хорошо Продай мне Идола Ветра Он говорит Теперь тебе Нужен Идол Солнца Который Должен Светить Потому что Без него Невозможно Никакого урожая Не будет И так Он ему столько Идолов Продолжил Зачем мне Эти столько Идолов Чего Я буду столько Покупать Я отказался Покупать И так Он отворотил От этой лавки Отца Людей Потом он взял Перебил Всех Идолов Самому Большому Идолу Он Отрубил Голову И всунул Ему в руки Топор Пришел Терах И говорит Что ты Надел Он говорит Это не я Это этот Идол Он говорит Перебился Идолов И себе Голову Звез Говорит Как он Каменный Или деревянный Он не может Это сделать Говорит А как же Ты хочешь Чтобы эти Идолы Тогда Помогали Людям Если они Сами себя Не могут Защитить В общем Эти слухи Дошли До Немрода Он Призвал Авраама И сказал Я Бог Ты признаешь Я Бог Авраам Говорит Да я признаю Что ты Бог Каждое утро Солнце Всходит На востоке И идет На запад И так Изо дня В день Ты один раз Делаешь Чтобы солнце Зашло на западе И Зашло на востоке Немрод Понял Что это Ему не удастся Он Он Сначала Посадил Авраама На 10 лет В заключение В тюрьму Посадил Его Потом Он Его Вспомнил Через 10 лет И Ничего Все равно Не вышло У него Авраам Все равно Стоял На своем Что он Не Бог Он говорит Ну сейчас Проверим Кто Бог Он взял Растопил Печь Огромную И туда Внутрь печи Посадили Авраама И Три дня Печь Грела Поддерживание Огонь Через 3 дня Начали Разбирать Что от него Осталось А он целый И ходит Зад Перед Авраам Немрод Был в шоке То что Произошло Невероятное Событие Он Начал Поклоняться Богу Авраама И все Вельможи Начали Поклоняться Богу Авраама Мало того Он Подарил Аврааму Слугу Которого Впоследствии Будет звать Великан Ох Это его Слуга Элиезер Из Дамаска Это его так Звали Вот так Вот У Авраама Был брат Которого Звали Гаран И Он Говорит Если Авраам В печи Не сгорел То я тоже Не сгорю И бросился Тоже в печь И сгорел Моментально То есть У них цели Были разные Авраам Была цель Отсветить Имя Всевышнего А у него Я просто Не сгорю И он Тут же Сгорел Это папа Сарай Жены Авраама Нашей Праматери Сары Вот так вот То есть Цели У всех Разные И Наши Мудрецы Пишут Что заслуг Авраама Не хватало Для такого Чуда Но Всевышний Взял Из заслуг Будущих Ицхака Его отца Его сына Авраама И Якова Внука И тогда Хватило заслуг Чтобы он Уцелел В печи Вот так вот Такая Интересная У нас Есть история Урок был дан За поднятие Души Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Самуил Бен Герш Хаймалка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Памяти Яков Бен Нахум Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель За здоровье Светлана Бат Клара Шимон Бен Ицхак Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Берк Бат Фейга Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мирям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берт Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Леор Бен Клара Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Мазл Парнаса Сгула Ирина Батури Орона Ребен Ури За хороший дух Орона Ребен Двойра Днис Бен Ахум Эвгаль Бат Сара За Парнаса Ибриют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем всего самого наилучшего Всем браха Парнаса Кавана Мазл То что мы Это время Не грешили Читали Тору Изучали Всем всего самого наилучшего Рошхо Дештов До следующих встреч Надеюсь Завтра 15.30 Шаулум